всем привет сегодня мы будем моделировать меч стива из майнкрафта вот он меч начнем моделировать во первых создадим плоскость по которым будем рисовать картинку в 3d max и вот размер 1127 на 1127 создаем плоскость plain ребра убираем 127 далее настраиваем рендер нажимаем f10 появившемся окошке внизу если рендер выбираем viray вот у меня выбран теперь нам нужно наложить текстуру нажимаем м на клавиатуре или значок материал эдитер и появляемся окошке выбираем материал из списка viray материал применяем нажимаем эту кнопочку и в параметре diffuse щелкаем на пустом квадратики выбираем стандартный материал bitmap и ищем нашу картинку делаем отображение и теперь в модификаторе добавляем и fv map производим несложные настройки чтобы развернуть окошко на весь экран нажимаем alt w далее нам нужно заморозить это изображение чтобы мы в дальнейшем не смогли сдвинуть перед тем как заморозить заходим настройки дисплей и тут настройки у нас скрыты потому что у нас параметрах объекта надо произвести кое-какие настройки нажимаем право кнопкой мыши заходим объект properties и снимаем вот эти вот галочки кнопочки все теперь вот в разделе дисплей убираем галочку шоу frozen gray то есть отображать замороженные объекты в сером цвете теперь можно спокойно заморозить перед тем как замораживать рекомендую сдвинуть немножко плоско назад потому что все создаваемые новые объекты будут создаваться ровно в нулевой координате чтобы нам не было перехлёста мы вот таким образом передвигаем и замораживаем все теперь мы никак его выделить не можем теперь начинаем создавать объект так как у нас все ячейки квадратные соответственно берем бокс создаем один из квадратиков например 70 на 70 на 70 если посмотреть с другой стороны вот квадратик у нас этот квадратик одинаковый по всему мечу поэтому как копируем этот квадратик сдвигаем вот сюда и отсюда мы будем его методом экструдиции растягивать то есть переводим в адрес пол поле выбираем нужный нам полигон например вот этот и выдавливаем экструд окошечко вдавливаем на 70 миллиметров вот мы выдавили теперь выдавливаем следующие объекты следующие стороны выделяем выдавливаем чтобы каждый раз не открывать это окошко нажимаем плюс то есть применить и выбирая следующий также мы нажимаем применить применить смотрим на виде спереди на виде с перспективе проверяем нажимаем если на все устраивает если мы выдавливаем угловые стороны то после выдавливания нам необходимо соединить удалить плоскость которая была закрыта посмотрите видите две стороны у нас должны быть соединены выделяем такие места и удаляем переходим в режим редактирование вертексов и нажимаем таги твилд первы деляем этот вертекс соединяем с этим этот соединяем с этим теперь у нас полностью закрытая плоскость опять переходим полигоны выдавливаем здесь то же самое удаляем чтобы выдавить группу выделяем несколько объектов и выдавливаем вот таким образом посмотрите то что у нас появляются небольшие совпадения с картинкой это ничего страшного вся конструкция идет в уникальном размере то есть все стороны у нас одинаковы поэтому здесь не страшно применяем так переходим на этот вид и вот таким образом мы выдавливаем немножко сдвинул случайно я думаю план действий понятен просто применяем каждый раз выдавливание к новым сторонам не забывайте зажимать control для того чтобы нам оп перескочил чтобы нам выделять несколько объектов выделять несколько объектов теперь отключив вот эти параметры так же как мы делали с плоскостью можно объект делать прозрачным чтобы видеть по картинке где мы сейчас находимся для того чтобы сделать объект прозрачным нажимаем на клавиатуре alt x вот посмотрели сравнили идем дальше так здесь нам надо выдавить вниз на три ступеньки по пеньке и так идем до конца и так идем до конца Так, мы пропускаем, а вот эти выдавливаем. Так. Здесь у нас идет. Таким образом. Здесь мы выдавливаем вверх и вбок. Все. Вот получился у нас меч. Меч можно пока подвинуть, чтобы нам текстурировать, видеть, какие оттенки цветов. Теперь заходим в редактор материалов. Для того, чтобы создать текстуру для меча, можно наложить текстуру уже готовую. Можно задать каждому квадратику свой цвет в отдельности. Это проще, чтобы не использовать текстуры, которые загружают память. Просто выбираем свободный материал. Нажимаем стандартный, выбираем мультиматериал. Мульти-саб-обджект. И сразу переходим в вверх и материалы, перетаскиваем сюда. И отсюда уже будем их копировать. Каждому материалу будет назначен свой ID-номер, который мы потом присвоим каждому квадратику. Это проще делать, нежели с текстурами. Посчитаем наши цвета. Сколько их вообще у нас у меча? Черный. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Шесть цветов. Поэтому сразу можем оставить шесть цветов, чтобы лишние нас тут не били по глазам. Всегда называйте объекты и материалы своими именами, чтобы потом можно было не запутаться. Меч у нас, если перевести на английском языке, Я всегда придаю объектам английские имена. Сворд. Потому что в разных версиях 3D Max русские символы не воспринимаются. Не читаются. Ну, тут можно написать оттенки. Значит, черный. Зеленый. Тут у нас три оттенка зеленых, поэтому выбираем, пишем Green 1. Green 2 и Green 3. Потом у нас идет коричневый. Тоже двух оттенков. Все. Теперь заходим в настройки материала. Черный у нас остается черным. Можно даже вот таким образом выбирать оттенки. Сейчас почему-то он не выбирает, не знаю. А, вот. То есть вот таким образом. Это даже не совсем черный. Это темно-темно-темно-зеленый. Ну, пускай. Тут также напишем, что это у нас черный. Здесь у нас зеленый. Копируем этот материал. Заходим в настройки. Пишем Green 1. И выбираем цвет. Вот, выбрали. Копируем. Выбираем светлый оттенок. Так же копируем. Выбираем темный-зеленый. Тут пишем. Убрали. Выбираем темный. Даже, я бы лучше вот этот выбрал. Оттенок. Да. Теперь копируем коричневый еще раз. И на этот раз выбираем светлый. Так, все оттенки у нас выбраны. Теперь приступаем к назначению материала. Выделяем меч. Присваиваем. Нажимаем кнопочку. Присваиваем этот материал. Сейчас все материалы разбросаны по мечу в хаотичном порядке. Поэтому заходим в редактирование полигонов. Выбираем полностью меч. Все полигоны. То есть нажимаем Ctrl-A на клавиатуре. Переходим вниз. И вот здесь есть складка Polygons Material IDs. Вот в графе Set ID мы прописываем номер нашего материала. Назначаем всем полигонам первый материал. Ну а дальше мы будем уже выбирать и назначать материал. Зеленый мы выбирали темно-зеленый. То есть вот этот. Значит так же как на том мече. Выбираем вот эти. Так. И вот так. И еще получается у нас вот этот квадратик. Нет. Вот этот квадратик. Нет. Так вот этот. И вот этот. А здесь у нас вот так. Вот таким образом. Нам же надо еще с другой стороны выделить. Поэтому нажимаем Ctrl и выделяем вот таким образом. Объекты, полигоны. Если перевернуть, видно, что выбрались полигоны с другой стороны тоже. Теперь назначаем, пишем цифру 2. Теперь выбираем светлые полигоны. Для удобства можно перейти в окно спереди. И вот такими же движениями, выделяющими, выделяем все светлые полигоны. Так. Здесь так. Все. Назначаем цифру 3. ID номер 3. Тут подсказка, пишется название материала. Материалов. Так. Дальше мы выбираем темно-зеленый. Это у нас вот этот квадрат. Вот этот. Так, здесь, по-моему, у нас что-то лишнее по полигону. Поэтому сейчас пока закроем редактор материалов. Посмотрим. Да, у нас лишние два полигона внизу. Вот эти вот. Поэтому их просто удаляем. Заходим. Выделяем. Нажимаем удалить. Ну и чтобы эту дырку закрыть, нажимаем границы. Выделяем. Нажимаем CAP. У нас заглушка закрылась. Дырка закрылась. Теперь соединяем, вырезаем наши квадратики. Таким образом. Вот. Теперь все нормально. Теперь можно дальше приступать к текстурированию. Так получается у нас. Вот этот квадрат. Вот этот. И вот этот. И еще. Вот этот. Назначаем цифру 4. Теперь коричневый. Коричневый у нас получается вот этот. Так, это у нас темно-коричневый получается. выбираем вот этот. Вот этот. Вот этот. Здесь плохо видно. Здесь, по-моему, это ручка вся по бокам коричневая. Да. То есть выделяем вот так полностью с боковинами. Это у нас будет. И вот этот. И вот этот еще вот так. То есть если посмотреть. То есть мы выделили все стороны. С этой и с этой стороны. Назначаем цифру 5. Ну, осталось у нас выделить вот этот. Вот этот. И назначить цифру 6. Чтобы цвета были более выразительными, надо сначала сделать первый рендер и посмотреть, что у нас получилось, чтобы сравнить. Размораживаем объект. Плоскость удаляем. Теперь можно сделать красивое окружение, чтобы нам отрендерить меч. Заходим в вид сверху. Создаем плоскость. Ну, примерно вот таких размеров. Делаем две секции. Переходим в editable-поле. Выделяем ребро. И перетаскиваем, удерживая клавишу shift. Переходим на вид сбоку. Тянем еще раз. Создаем такое окружение, как в виде домика. Выделяем вот этот ребро. И делаем его более плавным. То есть, раздаваем его еще на две части. Чтобы у нас окружение было более мягким, мы применяем модификатор TurboSmooth. Интервал на два ставим. Теперь создаем свет. Свет, конечно, у нас в V-Ray. Создаем такие плоскости. Копируем свет в сторону. Плоскость можно подвинуть поближе к мячу. Теперь переходим в настройки света. Мощность ставим 15. Делаем невидимым. Ставим качество 20. На этом свете мы ставим 12, мощность. Также невидимым. И качество 20. Теперь, чтобы приблизить объект моментально, выделяем объект и нажимаем кнопку Z. Чтобы посмотреть, как будет выглядеть картинка в готовом виде, нажимаем Shift-F. И у нас появляются границы. То есть, как будет выглядеть при рендере картинка. Мяч можно слегка повернуть, чтобы мы его посмотрели немножко как бы под углом. Не забывайте сохраниться. Теперь переходим в настройки рендера. Нажимаем F10. Выбираем разрешение. Я всегда выбираю разрешение 1200 на 1200, квадратную рамку. Теперь выбираем, куда сохранить. И я создаю отдельную папочку, где указываю, что будет храниться. В данном случае это картинка 1200. Сохраняем JPEG. Переходим в следующую вкладку V-Ray. Здесь нам надо включить фрейм-буфер, так как он более удобно заменяет стандартный 3D Max. Окно. В данных настройках ничто не меняем. Здесь меняем только фильтр. на мяч. На мяч. На мяч. На мяч. В настройках цвета ставим экспоненциальный тип. больше ничего не меняем. Дальше включаем глобальное освещение. Контрастность сделаем 0.6. Выбираем Light Cache. В Radiance Map надо поставить вручную. Здесь ставим не 0, а минус 1. Так быстрее будет обрабатываться. И здесь качество ставим very good fast. Галочку ставим, чтобы видеть ход действий. Также проделываем Light Cache. Здесь достаточно 800 делений. Так, здесь убираем. Здесь ставим галочку. Здесь можно ставить 2. В следующей настройке пишем, сколько памяти у нас будет занимать. компьютер при рендере. Убираем всякие подсказывающие окна всплывающие. Так, сохраняем. Все, теперь можно запустить. Хотя фон у нас синий. Сделаем его серым, чтобы он не отвлекал наше внимание. Создадим новый материал. Применим его. Все. Теперь выбираем главное окно. Нажимаем F9. Смотрим, что получилось. Что получилось. Что получилось? Что получилось? Изображение у нас идет, обработка долго, поэтому применим некоторые настройки. Вот здесь мы поставим 0.5, попробуем убрать вот здесь галочку и сам меч немножко приблизим. И немножко еще повернем. Здесь получается, что у нас на картинке было почти черным, здесь темно-зеленым получился цвет. Сейчас это можно исправить, сделать оттенки темнее, посмотрим все оттенки и сравним. Таким. 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 Так. Вот теперь давайте настроим цвета. Перейдем. Так. Блэк у нас сильный и светлый, поэтому у нас он был даже зеленый, поэтому сейчас затемним. Значит второй зеленый, если сравнивать у нас нормальный, здесь нормальный цвет. Так. Темно-зеленый можно сделать еще потемнее. Green 3. Ну давайте тогда сразу вот эти оттенки поменяем, немножко темнее сделаем. Так. Так. Коричневый у нас вообще сильно светлый получился. Так у нас это какое получается? Это светлый, а это темный получается. Затемняем. И попробуем запустить еще раз. Так. Только теперь создадим отдельное изображение, чтобы нам потом можно было сравнить. Видно, что коричневый еще недостаточно темный. Можно даже темно-коричневый еще потемнее сделать. Ну и тогда вот это тоже. Сохраняем. Вот. Теперь уже видно, что коричневый как деревянная ручка. Здесь получился он с почти черным. Хотя меч темно-зеленые края имеет. Ну вот так при приближении можно увидеть, что он темно-темно-зеленый. Затем. И так. Затем. У нас получился меч. Стива из Minecraft Если какие-то появляются вопросы Пишите в комментариях Если какие-то есть пожелания Для следующих уроков Все пишите, все прочитаю и учту В следующих уроках нарисую Всем спасибо, ставьте лайк Подписывайтесь, всем пока Продолжение следует...